Действительно, самая главная цель организации все равно, как правило, это рост оборота, прибыли, ну и, конечно, выполнение той миссии, которую компания решила выполнять, и при этом инструмент измерения эффективности сотрудников дает нам информацию как об эффективности самого сотрудника, то есть мы можем принимать разные решения в отношении конкретного сотрудника, учить или не учить, помогать, продвигать или что-то другое, также можем принимать решения о собственной эффективности текущей стратегии, планов, инструментов, потому что не всегда дело в сотруднике, иногда дело в каких-то других вещах, поэтому измерение сотрудника дает нам информацию о том, что может быть нам что-то поменять в текущих задачах или в текущих планах, а также нам это может давать информацию о том, что может быть дело не в сотруднике, опять же, а в том, что либо ему не хватает компетенции, а может быть сама система не дает ему пространства для того, чтобы быть эффективным, и здесь очень важно, поэтому измерять, как сказать, анализировать результаты измерения и дальше вот понимать, что могут быть разные выводы из этого. IT-компания среднего размера быстро выросла, система не успела вырасти, начались, что у них началось? У них начались срывы выполнения задач, и у них пошли большие конфликты между отделом продаж и фактически всеми остальными отделами. Самые главные конфликты шли с отделом разработчиков, но были и с другими функциями. В общем, диагностировали, что выяснилось. KPI и мотивация бонусная была только у отдела продаж, но у всех остальных у них был флет и были непонятные цели, включая разработчиков. Вот, поэтому, в общем, отдел продаж очень агрессивно бился со всеми остальными функциями, а остальным функциям было более-менее наплевать. Вот, что поменяли? Поменяли в первую очередь, естественно, отдел разработчиков, потому что это был отдел, который напрямую влиял на продукт. Вот, и также ввели, это было слишком дорого сразу внедрять мотивацию для всех функций, поэтому ввели функции как-то бизнес-партнеров во всех функциях, кроме отдела разработчиков, им тоже сделали систему мотивации. Это вот самое главное, что мы сделали, но вот именно там мы внедрили практически еженедельное измерение эффективности всех вовлеченных сотрудников, особенно отдела разработки. Вот, и вот за счет этого, некоторых других дел, мы за шесть месяцев очень значимо увеличили оборот, почти там больше, чем в полтора раза. Компании, потому что они перестали терять заказы, перестали терять клиентов, вот, ну и прибыль тоже увеличили. Регулярное измерение и возможность видеть свои результаты в режиме реального времени или максимально визуально, там максимально легко, максимально часто, и обсуждать, что это значит. Вот это вот главный секрет, который влияет таким волшебно-драматическим образом на эффективность сотрудников.